Привет, друзья! В эфире снова Ньюзбокс! С вами Витя Штурнев и Russian Music Box продолжает знакомить вас с новой порцией новостей. Всё самое актуальное и интригующее. Оставайся с нами, чтобы не пропустить всё интересное и важное. Пополнение в группе Маяковский. Московский сольник с ребятами отыграли новые музыканты. О ком решил забыть певец Эмин? Каких рокеров прославляет Александр Кушнир? Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюзбокс. На днях у группы Маяковский был сольный летний концерт столицы. Между прочим, первый в этом сезоне. Ну кто виноват, что ребята так много гастролируют и на Москву времени выкроить не всегда получается. Но это свершилось. И моя коллега Виктория Гончарова пропустить такое событие, конечно же, не смогла. Вы даже представить себе не можете, сколько новостей с концерта она принесла нам сюда, в редакцию. Подробнее о них прямо сейчас. Отпуск к отпускам, а концерт по расписанию. Пока добрая половина шоу-бизнеса покоряет шезлонги на заслуженных каникулах, группа Маяковский завоевывает столичную публику. Ребята, наконец, дали сольник в Москве. Готовились очень долго. Естественно, весь концерт будет под фанеру, потому что мы не поющие, вы все это знаете, да. И, ну, особенно Илья. Я-то иногда могу спеть, но просто... Ну, это только когда он под шофе. А ребята вообще вот первый раз взяли инструменты. Это на камеру они готовы шутить часами. А вот на сцене все серьезно. Репетировала группа долго. Во-первых, с новыми музыкантами надо, что называется, спеться. Во-вторых, парни обновили концертную программу. И вот, пожалуйста, эксклюзив. Свежий трек «Мурашки». Такого вы еще точно нигде не видели. С новым звучанием и обновленным составом. Теперь группа «Маяковский» будет выглядеть именно так. По словам фронтменов, предыдущие музыканты пустились в сольное плавание. Скандалов и дележки совместно нажитых хитов не было. Похоже, что в группе царит демократия. Дима нас не бьет никогда. Вот. И все хорошо. Мы играем за... Ну, играем, нам платят за... Да. Кстати, о святом. Кто-то из звезд жалуется на отсутствие концертов и, соответственно, на плешь в кошельке. А кто-то группа «Маяковский». Простите, не могли бы мой «Порш» отогнать? Ага, спасибо. Кризис? Ну, а что это? На самом деле у нас нет никаких кризисов. Нам некогда думать о всякой ерунде, потому что мы занимаемся творчеством. Вот так в ритме танца и песни живет группа «Маяковский», приправляя все это отменным юмором. Поэтому артистам и кризисы не страшны, и новостей всегда предостаточно. Словом, ждите осени. Там и съемки клипов намечаются, и концерты сольные. В рядах супергероев пополнение. Совсем недавно популярный певец Эмин закончил съемки своего нового видео на песню «Забыть тебя». Мы и так догадывались, что певец промышляет супергеройскими делами. Но что он умеет летать, убедились лично. Подробности через мгновение. Нет, друзья, это не съемки очередного голливудского блокбастера. Это намного круче. Певец Эмин к созданию видео на свой свежий трек «Забыть тебя» подошел со всей серьезностью. По максимуму все делал сам. Впрочем, как и всегда. Команда для съемок подобралась самая, что ни на есть звездная. Ну, во-первых, взять хотя бы режиссера. Им стал настоящий профессионал своего дела Алексей Голубев. Он работал с такими артистами, как Полина Гагарина, Дима Билан и многими другими яркими звездами небосклона нашего шоу-бизнеса. Во-вторых, главную женскую роль в клипе исполнила популярная актриса Елена Подкаминская. Она, кстати, призналась, что Эмин ей очень симпатичен. Очень приятный человек. Очень открытый, очень доброжелательный, заботливый, внимательный. Добрый. Он гостеприимный. И этот список можно продолжать бесконечно. Еще бы, ведь перед таким мужчиной просто невозможно устоять. Он и поет прекрасно, и выглядит на все сто. К тому же, ради своих поклонников он готов на многое. В том числе и самостоятельно выполнять сложные трюки на съемках. Чего только стоил его полет на тросе. Главной идеей клипа, конечно же, стала любовь. И порою, чтобы сохранить ее, нам нужно приложить максимум усилий. По словам режиссера, каждый зритель увидит в этом клипе что-то свое. А вот что именно, вы узнаете сразу же после просмотра. Молодым у нас везде дорога. Ну, а продолжать эту фразу я не стану. Потому что в следующем сюжете речь пойдет именно о них. Не о крепших таких, порой даже и юных. Индюшатах. Кто-то сейчас понял буквально и решил, что мы ездили на птицеферму. А кто-то знает, что это независимый музыкальный фестиваль. Мы уже не раз рассказывали вам, почему название именно такое. Поэтому сегодня заострять на этом внимания не будем. А вот о недавнем отборочном туре и о дне рождения конкурса давайте посмотрим в сюжете Виктории Гончаровой. Меня зовут Александр Кушнир. Я вам желаю, чтобы вы сегодня сыграли свои самые крутые концерты в жизни. Чтобы мы тут все офигели, а вы сдохли на сцене. Фестиваль Индюшата третий тур объявляется открытым. Без мозгов и мертвый. Таким Александр Кушнир видит настоящего рокера. Под второй критерий участники фестиваля Индюшата, к счастью, не попадают. А вот с первым, похоже, придется согласиться. И вот почему. Индюшата – старейший рок-фестиваль. В этом году ему исполнится 25 лет. Но об этом неподготовленные музыканты слышат почему-то впервые. 25 лет. Это мы, то есть, юбиляры, да? Вот-вот. Мы дождались нас. У тебя назывался Индюшата? Да. Удивительно. Я послушал пару интервью рокеров. Нормально, все как надо. Вылезли из банки, из паспирта. Ничего не знают. Название фестиваля знают, уже я удивился. 25 лет, но это уже вопрос повышенной сложности. Это же как будто международная олимпиада какая-то. И вообще, вот смотрите, у нас сегодня играет 5 групп. На каждом отборе 5 групп. Я не устаю удивляться, что они доехали, что они нашли дорогу, что вовремя, что они не потеряли по пути сами себя. Русская самобытность и ориентиры на заграничный рок в одном флаконе – вот залог уникальности и долголетия фестиваля. За четверть века Индюшата прославили сотни музыкантов, и самое главное делает это Александр Кушнир от чистого сердца. За 25 лет как много раз вас пытались купить, и сколько из них успешных? Внимание, монолог, объяснение в неподкупности. Состав жюри, каждый отбор меняется. При этом это люди, владельцы крупных музыкальных инфраструктур, крупных клубов, крупных лейблов, промоутеры. Они просто не успевают передавать конверты друг к другу. Они каждый раз разные. Пока составы членов жюри меняются, рокеры остаются неизменными сами себе. За победой не гонятся, за славой и деньгами тоже. Говорят, им бы слушателя своего приобрести, а все остальное, что называется, приложится. Любовь – это наша работа, которую нужно выполнить хорошо. И мы, как настоящие профессионалы, беремся за дела сложности любой, даже за невыполнимые, такие, как любовь к себе самому и к себе самой. Я просто иду и делаю свое дело. И как оно уже пойдет, как выйдет, это уже не мне решать. Поэтому, как бы, как выйдет, как получится. Ну а как именно получится, вся страна узнает уже эту осенью на финале юбилейного 25-го фестиваля. Те, кто заинтересовался участием в этой рок-феерии, спешите подать заявку. Времени осталось не так уж и много. Кто из звезд российского шоу-бизнеса тушил горячий ресторан? Сколько раз название группы Every Man King переводили неправильно. С чего начинались съемки голливудской картины «Максимальный удар в Москве». Об этом смотрите завтра в 19.00 на Russian Music Box. Нам пришла пора прощаться. Не забывай заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами был Витя Штурнев. Будьте позитивными! Редактор субтитров А.Семкин